МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строки из письма Екатерины Ивановны Калининой мужу, председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину. «Я там была не человек», – писала жена главы Советского государства о своей жизни в Кремле. «Я не имела права так говорить и так мыслить, как мне хотелось, потому что я принадлежала к высшему обществу». Это мне говорили в глаза товарищи коммунисты тоже из высшего и среднего общества. Но где же тут идеал, тот, к которому мы стремились, когда мы партию делим на общество, чуть ли не на классы? Пусть они там сортируют, кого хотят, но я не хочу, чтобы меня сортировали. Из ржи пшеничного хлеба не испечь. Не надо мне ни удобств, ни автомобилей, и не надо мне ваших фальшивых почетов. Все это мне заменяет то, что на меня смотрят, как на рядовую работницу, бывшую ткачиху, каковой я и являюсь действительно. И только. Она необыкновенно выглядела на фоне тех женщин и старух, которых я видела до тех пор. Понимаете как? Она была действительно пожилая женщина, изможденная, она худая была к этому времени. Но очень красивые, выразительные руки. Это рабочие руки, это руки. Она же работница была. Она вообще никогда не была белоручкой, никогда бы не была барыней. Она была работницей. Никогда не узнаешь, где найдешь, где потеряешь. Деревенские девушки, села Верхняя Троица Кашинского уезда Тверской губернии отказывали своему односельчанину Михаилу Калинину, когда он к ним сватался. Маленький, невзрачный, на земле работать толком не умеет. В доме тоже от него проку нет. Подростком в лакеях у барина служил, так и там не справился. Сам Калинин много позднее вспоминал. Лакеем я был самым плохим. Так как, будучи рассеян с одной стороны и думая только о книгах с другой, я часто бил посуду. Как сейчас помню, нес однажды двадцать тарелок, да все сразу и разбил. Один раз цветочный горшок грохнул перед самой помещицей. Она мне за это по шее. Терпения хозяев со странной фамилией Мордухай-Болтовские хватило на четыре года. По истечении этого срока Михаил Калинин покинул их дом. По одной из версий, устроиться учеником токаря он решил сам. По другой, пристроила его на завод старый арсенал генеральша Мордухай-Болтовская, видимо, уставшая от постоянного урона, который наносил ее хозяйству мальчик для услуг. Тут-то на заводе и вступил Миша Калинин на революционный путь, который не только привел его, в конце концов, на самую вершину власти, но и свел с будущей женой. В 1905 год, революция пятого года первая. Первый совет арестован, второй совет арестован, третий совет, это опять, как говорится, от самых, кто остался. Вот в третий совет вошли и бабушка, и дедушка. Бабушка от Охтинской, и Михаил Иванович, я не знаю, вот от Петербурга, по-моему, от Путеворского или еще. Михаилу биографы приписывают такие думы про новую знакомую. Экая милая да маленькая, ей бы танцевать до хоровода водить с девчатами, а поди ж ты, наш человек, революционерка. Год спустя они уже стали мужем и женой. Предложение руки и сердца прозвучало весьма по-революционному. «Если меня арестуют, придешь ко мне с передачи?» – спросил он. Она согласилась. «Только надо будет назваться моей невестой», – уточнил Михаил Иванович. Екатерина дала согласие и на это. Однако все вышло с точностью наоборот. Арестовали не его, а ее. Под арестом она, правда, пробыла недолго, но в Петербурге ей оставаться уже было нельзя. Тогда-то и привез Михаил Калинин в свою родную верхнюю троицу молодую жену. Эстонку. Екатерину Иоганновну. Лорберг. Женщина, она была быстрая, шустрая, по-эстонски очень аккуратная. В деревне опять она как-то не очень. Она вот поначалу особенно не очень переживалась в деревне, потому что русская деревня и эстонская деревня, они, в общем, отличались. Эстонские женщины никогда не пахали. А русские пахали из погон века. Они выполняли всю работу мужскую, если мужчины не было, и он вынужден был где-то быть на заработках. Однако очень скоро городское платье, в котором Екатерина прибыла в деревню, сменилось обычной для этих мест одеждой. Стриженные волосы отросли, и даже заморское отчество Иоганновна как-то обмялось, притерлось до привычного Ивановна. Опять же пошли дети. Муж бывает только наездами, то на заработках, то арестован в очередной раз. Она мечется, то уезжая к нему в город, то оседая в деревне. Хочешь жить, умей вертеться. Вот Екатерина и вертелась. Научилась и печь топить, и корову доить, и косить, и жать, и пахать. Это было едва ли не основное ее качество. Ни чураться никакой работы. Она привела в порядок дом, который теперь блистал какой-то совершенно непривычной для русского глаза чистотой. А потом и вовсе надумала строиться. Что жить-то в халупе? И вот уже заготовлены стройматериалы, и все договорено с мастерами. Муж помогает только издали, деньгами, которые регулярно высылает семья. И вдруг новый арест. На этот раз приговор суда по отношению к Михаилу Калинину оказывается более суровым, чем все предыдущие. Ссылка в Сибирь. Екатерина собирается ехать с ним, оставив детей в Верхней Троице на попечении матери Михаила Ивановича. Но 1917 год изменил все и навсегда. Вместо Сибири Калинины оказались в Петрограде. А позднее, когда большевистское правительство решило перебраться в Москву, и вовсе поселились в Кремле. И вот эта эстонская женщина, умная, необразованная, но воспитанная, хорошим таким здоровым воспитанием, оказывается среди кремлевских жен. Тут дворянка Крупская, очень серьезная женщина, которая занят революцией с утра до ночи. Тут же юная Надя Аллилуева, секретарь Ленина. Калинина живут в одной коммунальной квартире с Троцкими. И таким образом Екатерина Калинина становится соседкой с Натальей Седовой, столбовой дворянкой с женой Троцкой. В 1917-м Екатерине Калининой 35 лет. Уже не девочка. У нее недостаточно образования, чтобы заниматься партийным строительством, так как это делает Крупская. В ней нет амбициозности Полины Жемчужиной. Но нет и желания целиком и полностью посвятить себя Думу. Зато у нее есть привычка к труду. Простому и понятному труду, результаты которого сразу видны. В Кремле ей остро некомфортно. И элементарно скучно, тесно. Она начинает конфликтовать. Причем конфликты эти отнюдь не кухонного свойства. Они напрямую связаны с тем, что среди партийной элиты начинает формироваться то самое высшее общество, о котором она позднее написала мужу в своем письме. Это уже семейная такая история сохранилась. Об этом мне моя мама рассказывала, которая рассказала в свою очередь Катерина Ивановна, бабушка, что она со Сталином как-то очень испортила отношения где-то вот в 20-х годах в Кремле. Бабушка очень общественная человеком была. И вот обсуждалась какая-то там ситуация по какому-то неправильному поведению именно в общежитии, в Кремлевском этом общежитии. И что-то она позволила себе резко сказать в отношении Сталина, что он неправильно себя ведет. Ну, не по-партийному. Нельзя уничижительно как-то разговаривать с каким-то персоналом, там все прочее. Ну и вот не понравилась отношения Сталина, но это факт. В 1919 году умирает Свердлов. По одной из версий от испанки, по другой после того, как его очень основательно избили в Орле. Поговаривали, мстили за убиенного по его указанию царя-батюшку и его семью. Рабочекрестьянское происхождение Калинина, тот факт, что его руки никакой кровью не обогрены, и его национальность русский. Все это становится серьезными доводами в его пользу, когда лидеры большевиков должны решить, кого же поставить на место Свердлова, сделать главой пролетарского государства. Троцкий писал позднее. Владимир Ильич намечал сперва кандидатуру Каменева в председателе в ЦИКа. Идея рабочекрестьянского председателя была выдвинута мною. Мною же была выдвинута кандидатура Калинина. Рекомендуя в ЦИКу эту кандидатуру, я назвал будущего председателя всероссийским старостой. Образ Калинина, маленького старичка с тросточкой и клочковатой остренькой бородкой, как нельзя лучше работал на это прозвище. А ведь в девятнадцатом ему было всего 44 года. Но тогда быть молодым было не модно. В народе молодым не доверяли. Так что рано и осознанно состарившийся Калинин подошел по всем параметрам. Тем более, что от него на его новом посту многого и не требовалось. О Калинине говорить объективному историку довольно сложно. Значит, он остался в памяти, как всероссийский староста, как старичок с седой узкой бородкой, развавший награды полярникам, летчикам, стахановцам, героям, прочее все, актерам и актрисам. Он, значит, пробыл, так сказать, президентом по тогдашнему наименованию представителем Верховного, президентом Верховного Совета СССР очень долго. С марта девятнадцатого года по самый конец своей жизни, 46-й год. И хотя бы он был президентом, влияние его на всю жизнь, на всю политическую жизнь страны было очень невелико. Отсюда вытекает простейшее желание назвать его, так сказать, ничтожеством. Но простейшее решение и самое правильное решение. Он был весьма неплохим оратором и еще более успешным хозяйственником. Простой тому пример. 1918 год. В стране разруха, голод и гражданская война. Немцы совсем рядом с Петроградом. В городе неспокойно, продуктов не хватает, настроения у людей самые, что ни на есть, негативные. Лишь городское хозяйство продолжает работать, как часы. Общественный транспорт ходит по расписанию, канализация и водопровод исправны. И все это благодаря Калинину, который действительно самоотверженно трудится на посту главы города. С 1919 года, практически два года без перерыва, глава советского государства ездит по бурлящей стране на агитационном поезде, который назвали громко «Октябрьская революция». Поездка эта не была чем-то вроде приятного увеселительного турне. А путь нет. Страна горела в огне гражданской войны. Страна пребывала в растерянности. Страна не знала, кому верить. В этом агитпоезде участвовали известные писатели, ученые. Там был Дуначарский, Петровский. Были политики, Каменев. Все они должны были рассказать перепуганному и ничего не понимающему народу, что же произошло. Что такое Октябрьская революция, что она принесла, чего хочет Ленин, чего хотят большевики. И поезд этот имел огромный успех. Екатерина Калинина тоже рассказывает людям про то, что же это такое, Октябрьская революция. Она совершила четыре поездки в том знаменитом агитпоезде. Часто к ней присоединялся и ее муж Михаил Иванович. К ним относятся с большим теплом. Они выглядят очень дружной, воистину народной парой. Он простой, но умудренный жизнью всесоюзный староста. Она коротко стриженная после тифа, энергичная, деловая, смекалистая. И даже то, что говорит с прибалтийским акцентом, хорошо, приятно для слуха. Михаил Калинин больше думает об идеологии, о вопросах политики. Екатерина Калинина о конкретных делах, о конкретной помощи конкретным людям. Организовывали вывоз детей из голодающего по волжье и размещение их в детские дома, которые открывались именно тогда же, открывались срочно в различных городах той полосы, где вот, ну, как говорится, выше средней полосы. Вот так она вывезла детей в Кимры, вот это в Тверской области, город. На своем передвижном агитсредстве они выезжали на самые сложные участки фронтов, в наиболее сложные районы, где недовольство новой властью было особенно сильно. Поезд, конечно, сопровождал отряд красноармейцев, но вряд ли они могли бы отбиться от серьезного нападения. А потом опасности поджидали и там, где их совсем не ждали. Семен Буденный вспоминал об одном таком эпизоде. Как-то он шел через свой лагерь и обратил внимание на двух арестованных, которых вовсю шерстили его бойцы. Задержанные были одеты в длиннополые купеческого пошива шубы. Видно, меньшевики, почему-то подумал я, осматривая впереди стоящего человека в очках с остренькой бородкой. Он снял запотевшие очки, протер их кончиком шарфа и, подав свои документы комиссару Квигеле, посмотрел на меня пристальным изучающим взглядом. Комиссар торопливо подскочил ко мне и молча указал на подпись в мандате «Ульянов Ленин». Перед нами стояли председатель в ЦИК Михаил Иванович Калинин и председатель ЦИК Украины Григорий Иванович Петровский. Я представился гостям и просил их извинить за столь нелюбезный прием. «Ничего-ничего», – сказал дружелюбно, улыбаясь Михаил Иванович. «Теперь мы с Григорием Ивановичем спасены и от мороза, и от твоих молодцов. Снимай, говорят, шубы, хватит, погрелись, а на тот свет игол их принимают». Наконец, работа поезда «Октябрьская революция» завершена. Калинины возвращаются в Москву, в Кремль. Здесь многое изменилось. Ленин уже серьезно болен. Сталин все увереннее держит бразды правления страной. В ходу спецпайки для большевистской элиты. Но не это главное. Главное, что как-то незаметно вместе с ними все ясреннее становится и то, что теперь нужно жить в спецусловиях. Соблюдать спецобычаи, имея спецповедение. Обычно женщины, входившие в это время за стены Кремля и становящиеся кремлевскими женами, бывали, чувствовали себя там свободно. Потому что они были победившими женами революционеров и сами революционерки. И хотя ткачиха Калинина участвовала в революции, но она сразу почувствовала себя не очень уютно. Партийные субординации, всевозможные сложные отношения внутри партии действовали на нее удручающе. Она не так представляла себе приход революционеров к власти в России. Этот официоз ей был не по душе, это точно. Она же прекрасно отдавала себе отчет о уровне своего общего. Она отдавала отчет этому всегда. И, понимаете, она все время занималась, она все время читала, она все время старалась освоить еще что-то, узнать что-то. Екатерина Ивановна с головой уходит в учебу. Поступает на курсы, занимается самообразованием. Времени на домашнее хозяйство и на заботу о детях катастрофически не хватает. Муж, Михаил Иванович Калинин, ничего против не имеет. Он, наоборот, поддерживает жену в этом ее стремлении развиваться, расти. Чтобы как-то разгрузить Екатерину, он даже дает согласие на то, чтобы в доме появилась экономка. Сплетники реагируют на этот факт мгновенно. Я слышала, она была его любовницей. Спала с ним почти в открытую, ничего не стеснялась. Так сам Калинин-то известный ходок был. Говорили, перепробовал чуть ли не всех балерин в Большом театре. И что им всем дались эти бедные балерины? Так как к искусству, видимо. К искусству. Я бы сказала, к чему у них у всех тяга. У номенклатуры, в общем-то, личная жизнь была довольно-таки насыщена, если так можно выразиться. И по этому поводу случались различные скандалы. Это вот знаменитое Кремлевское дело 1935 года, когда был арестован Янукидзе. Янукидзе, это секретарь Центрального исполнительного комитета, то есть непосредственный, как бы, так сказать, подчиненный Калинина. Его обвинили в аморальных связях и так далее. И, в общем-то, в каких-то там чуть ли не даже романах с несовершеннолетними, так сказать, вот в этом плане, растления несовершеннолетних. Это был грандиозный скандал. При тех пуританских взглядах, которые тогда, так сказать, царили, в обществе вот такой разгуд. Калинин несовершеннолетних не совращал. Поэтому на его амурные приключения товарищи по партии смотрели сквозь пальцы. Пожалуй, даже с доброй усмешкой. В 1989 году режиссер Юрий Карра снял фильм «Пиры Валтасара» или «Ночь со Сталином». В нем есть и такой весьма примечательный эпизод. Так выпьем же, дорогие друзья, за гениальное чутье нашего народного вождя. Дай я тебя потяную. Да что мне с тобой целоваться с конопатом. Вот если бы ты был 16-летней девочкой, тогда другое дело. Ах ты мой всесоюзный козел. В 1924 году Екатерина Ивановна неожиданно для всех срывается с места и уезжает на Алтай. Командировку. Надолго. Поговаривали, что причина того как раз в неверности мужа и в первую очередь в его романе с экономкой. Мол, невозможно ей стало жить в доме, в котором ее муж прямо у нее на глазах крутит роман с прислугой. Возможно, что прислуга-то куда образованней и культурней ее самой. Ходит слух, что домоправительница Александра Горчакова, появившаяся в доме Калининых, очень красивая женщина, дама из хорошего общества, которая после революции вот так находит себе применение в роли гувернантки в семье Калининых, каким-то образом связана любовными отношениями с Михаилом Ивановичем. Няня была молодая, привлекательная, есть предположение, что у них возник роман, и как только об этом стало известно Екатерина Ивановна, тогда она уехала. Тогда она, в общем-то, так сказать, взяла долгосрочную командировку, уехала на Алтай, и ей, в общем-то, вот это унизительное сосуществование, так сказать, вот этим как бы треугольником, для нее не подходило, в силу, может быть, ее каких-то природного характера, такой прямолинейности. Однако вскоре Александра Горчакова сама разрушает все возведенные вокруг ее имени и имени Калинина построения. Через полгода она берет детей Калининых и приезжает вместе со всей этой оравой к Екатерине на Алтай. И они оказываются подругами, друзьями. И как-то это все, ну, сплетня не зажилась. Она отлетела. А осталась реальность. Екатерина Калинина на Алтае находит себе место в жизни. Здесь есть для нее та самая понятная и простая работа, результат которой виден сразу. Здесь есть простые и близкие ей и по культурному уровню, и по интересам люди. Здесь она счастлива. Разлука, кажется, идет чете Калининых только на пользу. Или уж, по крайней мере, никак не мучит их обоих. Жизнь их семейная складывалась, мягко говоря, не идеальным образом. Фактически они все время были в разлуке, в разъездах. Она где-то с конца 20-х годов то на Алтае, то на каких-то, так сказать, в других местах, на строительстве электростанций и так далее. Вот. У Калинина, как известно, были свои романы. Это, в общем, такой, так сказать, довольно-таки хорошо известный сюжет. Свои увлечения любовные. И как бы они, хотя официально считались супругами, но фактически жили уже своими какими-то жизнями отдельными. Есть еще одна версия, почему же Екатерина Калинина убежала из Москвы. Говорили, что она пережила очень сильный душевный кризис. Говорили, из-за брата. История эта непростая и очень неоднозначная. Характеризует она и саму Екатерину Ивановну и, главное, время, которое ей довелось жить. Говорят, она родного брата собственноручно в ЧК сдала. Сказала, иди, сознайся сам. А не пойдешь, так я сама все куда надо расскажу. Она была человеком очень идейным. А брат действительно заляпался по уши. Провокатором был. Ее товарищей по партии жандармом сдавал. Но ведь родной брат же ближайший родственник. А что родственник? Если родственник так может творить, что хочешь? Но ведь его расстреляли. Все так и было. Владимир Лорберг, про которого Екатерина Ивановна узнала, что тот был до революции провокатором и работал на царскую охранку, действительно добровольно, под ее нажимом, но добровольно пошел на Лубянку. Все рассказал про себя. И вскоре был казнен. А Екатерина Калинина уехала работать на Алтай. Иногда она возвращается в Москву. Один раз даже надолго. Но все равно не может усидеть в тесных кремлевских стенах. Она стремится назад. Туда, где ей комфортно. Туда, где она чувствует себя на своем месте. Окончательно возвращается она уже в 30-х. А вернувшись, понимает, здесь, в Кремле, все стало для нее чужим. Несмотря на то, что она сама теперь куда более образованная, многому научилась, многое освоила. Но возвращается она уже в другой Кремль. Очень постарела, очень изменилась и отяжелела Крупск. Семья Троцких выброшена за границу. Натальи Седовой больше нет в Кремле. Остальные жены Кремля тоже изменились. Они зажались. Они не стали собираться вместе. Очень многие арестованы. О некоторых вообще нельзя даже спросить. И тут расстрелы. Надвигаются в 36-37 годы. Екатерина Калинина всегда была человеком прямолинейным, даже категоричным. И очень острым на язык. Как-то она и ее ближайшая подруга и соратница Валентина Остраумова, с которой она работала на Алтае, сидели дома у Калининах. Екатерина Ивановна только-только вернулась с курорта, где отдыхала вместе с Михаилом Ивановичем. Он остался там, а она вернулась. Опять одна, отдельно от него. Подруги посидели, поговорили. А потом Остраумову арестовали. Ждала ли Екатерина Ивановна ареста? Скорее всего, да. Ведь она хорошо помнила, о чем именно она говорила с Валентиной. Через четыре дня, когда арестовали и ее, она поняла, что не ошиблась. Первое, что сделали на Лубянке, это положили перед ней запись той их беседы, в которой она, особо себя не сдерживая, говорила о том, что Сталин тиран, законченный садист, и что он планомерно уничтожает Ленинскую гвардию. Ей вменяется в вину шпионаж, троцкизм и очень много всяческой чепухи, которой она не может, естественно, соответствовать. Ее личное дело, дело арестованной Калининой, очень тоненькая папка, собственноручная, написанные странички, в которых она сообщает о себе, что она шпионка, что она диверсантка, что она троцкистка, и все эти наветы на самую себя, в общем-то, кажутся чудовищными. Но если бы мы посмотрели на две фотографии, одна фотография на курорте, вот она только что там была, а другая в тюрьме, это как два разных человека. Бабушка сама рассказывала, как ее бил Берия. Да, да, так оно было. И она очень долго ничего не подписывала. Очень долго ничего не подписывала, поэтому было очень много очных ставок, куда приходили действительно забитые, замученные женщины, которые все что угодно говорили. Что заговор против Сталина, что оружие какое-то уже где-то собирал, ну все, то есть все что угодно говорили. Приговор оказался куда более жестким, чем в отношении Полины Жемчужиной. Та отделалась с ссылкой. Калинину приговорили к лагерям. Екатерину Ивановну этапом отправили в Усть в Имлакон КВД, где ей пришлось любнуть горе более чем достаточно. Известно, что первоначально она была брошена на тяжелые изнурительные работы. И уже потом в годы войны ее перевели как бы на легкий труд. Она стала работать в какой-то бане, очищать вот эту старую одежду от гнид. Там же она жила при этой баньке для заключенных в ГУЛАГе. Кстати, в ее прямые обязанности эта малоприятная процедура не входила. Делала она это по собственной инициативе, исходя из своей эстонской чистоплотности и из собственного лагерного опыта. Что может быть для заключенного приятнее, чем чистая, освобожденная от вшей одежда, которую можно надеть после бани? В 40-м году Екатерина Калинина пишет прошение не на имя Сталина, потому что знает, он будет его рассматривать только в том случае, если она начнет виниться и каяться, а не виниться не кается ей не в чем. Письмо отправлено на имя Верховного прокурора. И это не просьба о помиловании, а прошение о пересмотре сфабрикованного против нее дела. А что же Михаил Иванович Калинин, который по-прежнему возглавляет правительство Союза Советских Социалистических Республик? Говорили, он и пальцем не шевельнул, чтобы ее не то, чтобы освободить, а хоть бы судьбу ей облегчить. Да он о ней забыл на второй день. Больно ему нужна старая жена, когда вокруг молоденьких балеринок хоть пруд прудили. Да что вы заладили, балеринки да балеринки. А чего ж он тогда молчал, как пень? Ну, боялся. А вы бы не боялись? Несмотря на последние трактовки, особенно перестроечные, постперестроечные трактовки личности Калинина, как вот Лизаблюда такого, подкалима, который был полностью как бы послушен воле Сталина и, в общем-то, занимался только собственной, что ли, персоной, собственными развлечениями, с романами, с балеринами Большого театра и так далее, и так далее. Несмотря на все это, в общем-то, в этом человеке сохранилось много человечного. Скорее всего, так. Не нам из 21 века судить о том, как именно нужно было поступать Михаилу Калинину в середине 20-го. С точки зрения высоких понятий о чести, которые сидят во всех нас еще со времен первого прочтения трех мушкетеров Дюма, он спраздновал труса. С точки зрения человека, который каждый день жил под угрозой немедленного, ничем не мотивированного ареста и последующей казни, он не сделал ничего постыдного. Он был, как все. Кто-то делал больше, кто-то меньше, кто-то мог больше, а кто-то меньше. А кто-то, как Михаил Калинин, знал больше их всех вместе взятых и наверняка понимал всю бесполезность любых своих поползновений. Скорее всего, так. Но как все-таки быть с тем самым высоким понятием чести? В архиве сохранилось письмо, которое Михаил Иванович Калинин написал Сталину, но так и не отправил. В нем он просит материально помочь своей сестре и отпустить из лагеря жену Екатерину Ивановну. У него стали проблемы к этому времени со здоровьем. Где-то начиная с 1942 года, боли в области кишечника и так далее, он прошел тогда обследование в Леч-Сану при Кремле и выяснилось, что у него рак стимовидной кишки. И была назначена операция на 10 июня 1944 года. Прогноз был неутешительным. То, что операция пройдет успешно не верилась. Тогда-то Калинин и написал то свое прошение Сталину, предполагая, что оно станет посмертным. Это было удобно со всех сторон. И жене, глядишь, послабление выйдет. И сам он в немилость к Сталину не попадет, потому что к этому моменту уже будет стоять перед судом не земным, а небесным. Но чем черт не шутит? На всякий случай Калинин начал это свое послание так. Я спокойно смотрю будущее нашей страны, будущее советского народа, товарищ Сталин. И желаю лишь одного, чтобы как можно дольше сохранились ваши силы, лучшие гарантии успехов советского государства. Калинин лег на операционный стол. Оперировал его профессор Очкин. Это был очень известный советский хирург. Прогнозы его подтвердились. Опухоль уже была неоперабельной. Метастазы пошли в лимфатические узлы, в печень, в другие органы. Но хирург был очень талантлив специалист своего дела и он решил, что его в силах возможно продлить на какое-то время жизнь Михаила Ивановичу и сделал как бы обход вокруг этой, ну, такой байпас, вокруг этой опухоли, тем самым жизнь его была продлена еще на два года. операция завершилась более-менее успешно, во всяком случае он не умер. И поэтому это письмо как последняя воля адресату не попало. То есть эта записка не была направлена Сталину. Стало неизвестно только после смерти Калинина летом 1946 года, когда весь его архив был арестован и отправлен туда, в Кремль. Тем не менее было очевидно, что Калинин долго не протянет. Немного оправившись после операции, Михаил Иванович собирает своих детей и диктует им текст письма, которое его жена Екатерина Ивановна должна будет подписать. У Михаила Ивановича Калинина все-таки было преимущество перед другими не защитившими свою жену членами правительства. Он, по крайней мере, первым узнавал о собственных указах и постановлении. Был указ об амнистии 1945 года после войны. И нужно было только написать прошение помилования. Однако Екатерина Калинина делать это наотрез отказалась. Она по-прежнему не считала себя ни в чем виноватой и унижаться перед людьми, которые пытали ее и вынудили оклеветать самое себя не желала. Подействовало на нее только известие о смертельной болезни мужа. Врачи говорили о том, что проживет он не больше полугода, а раз так, Екатерина, откажись она просить о помиловании, могла бы с ним уже и не увидеться. Выбор был слишком жестким. И она усмирила свою гордость, написав таки то, что от нее просили. Она вернулась домой в 1946 году. Внуки не помнили ее. Все они были слишком малы тогда, в 1938-м, когда ее арестовали. Да и скрывали в семье то, где именно находится бабушка. Бабушка в командировке. В командировке это дело святое. И опять же тишина, и как-то все уходили от этого. И только в 1945 году праздник победы, общая такая радость и счастье, казалось, что жизнь вообще вновь начинается, так осторожно сказали нам детям, ну, мне родители, отец, наверное, вот скоро приедет бабушка. Прошел год, лето, в школе начались каникулы, всех детей вывезли на дачу. И вот очередная новость. Бабушка приедет завтра. И она приехала поздно вечером, мужа все спать легли, утром пошли к ней. Приходим, я увидела высокую, худую, на мой взгляд, очень красивую женщину, но необыкновенным таким лицом, у нее такое сухощабо, очень строгое лицо, коротко стриженные седые волосы, очень внимательно смотрела на нас. Она так сидела, сложив руки, рука на руку, красивые руки с очень длинными пальцами, очень строго с нами поговорила, спросила, кто в каком классе учится, как учится, строго, строго, строго. Не тот это был характер, чтобы собрать их всех в кучу, расцеловать радостно. Она вообще никогда не любила это, щу-щуканье, нежные словечки и прочую сентиментальность. Даже в ее ранних письмах к мужу ничего этого не было. Дела, мысли, идеи и ничего более. Она нас держала в большой строгости. То есть мы впервые почувствовали, что такое настоящий порядок. То есть надо вовремя прийти на обед, хотя там много забот, веселья где-то, кто-то гоняли за грибами, за ягодами, Бог знает куда. Вовремя быть к обеду. Нужно убрать со собой со стола, собрать. Хотя там была прислуга, естественно, на государственной даче. Но тем не менее, все вещи, калоши, ботинки, пальто, курточки, все повесить. И не дай Бог, что-то валяется, подними, убери, подними. А это не я просто. Все равно подбери, кто бы не бросил. Повесил. Все нормально. Ну что, но потом, страшное, конечно, горе семьи. В 46-м году умер дедушка. Это, конечно, было очень большим потрясением для всех нас, потому как действительно, это был центр семьи. На похоронах мужа Екатерина Ивановна Калинина осталась верна себе. Ни слезинки, ни стона, ни вздоха. Сдержанное, замкнутое лицо, прямая спина, крепко сцепленные пальцы рук. Кто-то говорил, потому что пришлось ей стоять там, рядом со Сталиным и его свитой, рядом с людьми, которых она ненавидела всеми фибрами своей души. Кто-то говорил, потому что давно она уже не любила своего мужа. Да и любить-то было не за что. От тюрьмы не спас. Зато с балеринками так набаловался, что о его амурных пристрастиях узнала вся страна. Кто-то скажет так и будет отчасти прав. Может, и не любила уже. В том понимании, которое обычно вкладывается в это понятие. Может, и не были они нежными любовниками. Может, и не пел он ей под окном серенады и не засыпал цветами, но зато у них было другое, не менее важное. Оба они были единомышленниками. Они делились идеями и умели слушать и понимать друг друга. А потом, как ни крути, они прожили вместе 40 лет. Не шутка. Катерина Иоганновна, надеюсь, была достаточно великодушна, чтобы не упрекнуть Михаила Ивановича в фигуре умолчания. А он, наверное, был достаточно благороден, чтобы спросить у нее прощения за все то поведение, которое не соответствует настоящему мужчине. После смерти Михаила Ивановича его вдове оставили правительственную дачу в Архангельском доживать. Каждое лето многочисленные дети, внуки, а потом и правнуки съезжали сюда. С удовольствием смотрела, давала нам ценные советы, она никогда не свисюкала, а так, как правильно там перепелинать, что там правильно сделать, а почему она отпустила, всю ночь там плакала, ты смотри, там не зубки там ли у нее режутся. Иногда заговаривала она и на более серьезные темы о будущем. Дитя, конечно, хорошо. Она сама всегда любила детей. Своих было четверо, да двое приемных выросли под ее крылом. Но любила она их не до безумия, крепкой, но не безоглядной любовью, считая, что не в одном только материнстве смысл жизни женщины. Когда она увидела, что я уж очень прямо так трясусь над ребенком, она мне сказала, ну вот хорошо, что ты такая заботливая мать, это замечательно. И девочка у тебя хорошо вырастет твоя Екатерина, ты хорошая мать. Но вернись на работу. Ты не зацикливайся вот так на семье, на мужа. Муж у тебя хороший ребенок, у тебя замечательный. Не зацикливайся. И в семье это будет только лучше. И дочь тебя будет ценить больше, и муж. Это вот так было сказано. Вот мне, это не то, что я передаю чьи-то слова. Все, меня это немножечко сначала удивило, важное событие, семья, ребенок. Все очень важно, все очень важно, но нужно оставаться вот при своей специальности, при своем деле быть человеком. Вот то, что она пронесла через всю жизнь. Умерла Екатерина Ивановна Калинина 22 декабря 1960 года. Хоронили ее, как положено, на Новодевичьем кладбище. Народу собралось, конечно, не столько, как на похоронах ее мужа, но зато пришли только те, кто был ей действительно близок и дорог, кто любил ее не за положение в обществе, а в первую очередь за то, что она, как никто другой, умела быть собой. Эта женщина сумела показать миру одну свою особенность, умение уйти оттуда, где она неорганично, туда, где был ее мир, где была необходимость в ее помощи, в ее работе, в ее поддержке. И в этом смысле она достаточно уникальна. неожиданно, 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 Субтитры создавал DimaTorzok